Здравствуйте! В эфире передача по факту. Наш сегодняшний гость военный эксперт Ван Гамбарцумян. Добрый день, Ван! Спасибо, что принял наше приглашение. Ван сегодня открылась в Капане генконсульства Ирана. И генконсул заявил, что жители Капана могут быть спокойны, в безопасности. Мы находимся здесь для безопасности жителей. Получается, гарантом безопасности жителей Юга Армении является Иран? Спасибо за приглашение. Смотрите, очень интересный вопрос по поводу Ирана. С одной стороны, конечно, спокойно, потому что Иран это все-таки региональная сверхдержава, регионально серьезная игрок Ирана. С одной стороны, это, конечно же, увеличивает, так сказать, шансы на спокойную жизнь для граждан из Бульки Армении. Ирана, так сказать, способствует безопасности этой части республики Армения. Вот так как мы увидели, что два месяца назад там были серьезнейшие боевые действия, и была, так сказать, серьезнейшая опасность. Потому что вооруженность и Азербайджанская республика, они были скуплены на границе, как со стороны Ахричеванской автономной республики. Ахричеванской автономной области, и с Ангеланки Баклы Кельбаджар, они пишли под контроль Азербайджанской республики. И там сейчас вооруженность Азербайджанская республики. И как бы жители этого региона, они как бы зажаты с обоих сторон, с двух сторон. Представляете, да, поэтому присутствие Иранской республики Ирана, это, конечно же, супер важно. Особенно в современных реалиях, когда СССР критически ужасно, очень-очень трудно состоялась ситуация, да и полагаться полностью на Российскую Федерацию, это уже глупо. Так как мы видели в сентябре, так сказать, некоторые пробелы, скажем, нежелательные отношения со стороны Кремля, это факт, и со стороны ОДКП, это тоже факт. Я принципиально буду называть эти вещи своими именами. А с Иранской республики Ирана и республики Армения очень во многом сходятся интересы, стратегические интересы. Это очень важно, если республики Армения, то очень сильно воспользуются этим на должном уровне. Армения, если воспользуются. Да, войно-политический корпус республики Армения поймет, насколько это важно, то уж поверьте, я вам то, что сейчас скажу, смотрите, почему Израиль, для Израиля так важна и Азербайджанская республика. Потому что рядом есть Иран. Когда Зураб Мрацаканья говорит, то это для Израиля бизнес продавать оружие Азербайджанской республике, я на всю Армению кричу, что это не так. Израиль продает Азербайджанские республики такие системы вооружения, которые, так сказать, носят в себе куча-куча-куча-куча стратегически важнейших государственных секретов военно-промышленности Израиля. Израиль рискует этим, продает Азербайджанские республики оружие, вооружение. Это не ради денег, это Иран. Вообще, когда-то Израиль был готов и Армении продавать. Ну, это не совсем так, потому что Израиль, это просто суки. Израиль не продавал по Азербайджанской республике, а не то, что Азербайджанские республики испортили бы отношения. Это было еще задолго, до этих закупок Азербайджана. Смотрите, если у нас будет время, мы очень подробно об этом поговорим, но сейчас не хочу отклоняться от нашей темы. Сейчас. Израиль, вечный враг Иранской Исламской республики, сотрудничает с Азербайджанской республикой на стратегически важнейшем уровне. В Азербайджанской республике начинает формироваться антииранская коалиция. Это Саудовская Аравия, министр иностранных дел Саудовская приезжал в Азербайджанскую республику. Министр аваруна Израиля Бенни Ганс приезжал в Азербайджанскую республику. Были подписаны стратегически важнейшие контракты, в том числе и закупки, как я и говорил, на своем YouTube-канале несколько месяцев назад прогнозировал. Были подписаны контракты на закупку средств противоракет на аваруна ХС-3С-3, А3, АРО-3. Если в Азербайджанской республике поместятся вот эти средства противоракетного оборона Израиля, то для Ирана это будет как кость в горле, как минимум. Поэтому Ирану очень сейчас выгодно сотрудничать с Азербайджанской республикой Армения. Несколько месяцев назад Турецкая республика и Азербайджанская республика были очень напряженных отношениях в прошлом году с Азербайджанской республикой. И сейчас там Иран скопил большие силы и начинает там оперативно-тактические учения, то есть весьма полномасштабные учения на границе. Это означает, что Иран очень хочет углубить военно-техническое сотрудничество, в том числе на стратегическом высоком уровне, с республикой Армения. Республика Армения этим должна воспользоваться. Но, смотрите как, суть в том, что силы Ирана, как бы они были сильнее, они все-таки ограничены с какой точки зрения? Против Ирана есть целая суперкоалиция, все вместе взятые, ну в сто раз сильнее Ирана, и Иран могут развиваться очень быстро. Начиная с Саудовской Аравии, Израиля, Пакистана, Пакистан это единственная мусульманская страна с ядерным оружием. Пакистан, который год вооружены силой Пакистана, приезжают в Азербайджанскую республику, Турецкую республику и проводят совместные учения, военные учения. Мы же понимаем, что эти учения, они не просто так. Правильно, Пакистан не просто так. Пакистан специально загружает военно-транспортные самолеты, свои истребители Пак-Чейсина, Стандарт Блок-2, приводят их в Турецкую республику и проводят совместные учения военно-воздушными силами. Израиля, Турецкая республика, Турецкая республика, их силы специального учения спецназа совместно. Это говорит о том, что у Пакистана здесь есть интересы. Что за интересы могут быть тут Пакистана? Это же не республика Армения, не республика Грузия, правильно? Конечно. Это Иран. Иран, если не будет Ирана в этом регионе, то позиция Пакистана, сила, мощь, влияние Пакистана в этом регионе будет увеличиться в разы. Не будет Ирана влияние Турецкой республики, как региональной мировой техдержав. Турецкая республика, она сейчас даже больше, чем просто региональная техдержав. Не будет Ирана, это вообще Турецкая республика. Тут будет Туран, а то тут все, уже дорога открыта. Вам? Сейчас я вам скажу очень важную вещь. Поэтому каждая из них имеет, так сказать, мотивацию разобраться с Ираном. Израиль готов в любой момент готовит, потому что Иран все-таки наращивается, свою ядерную программу развивает. Израиль в любой момент готов ударить по Ирану, это не шутки. В любую секунду. Соединенные Штаты Америки готовится это делать. Тем более сейчас, когда у Российской Федерации такая катастрофически тяжелая ситуация. То есть Иран остался один раз. Понимаете, когда Джон Трамп хотел бить по Ирану, Путин заявил, что если кто-то ударит по Ирану в штате, то вы вошли в Москву. Мы будем считать, что Российская Федерация пожалеет тот, кто ударил по Ирану. Ну и сейчас Российская Федерация со мной с проблемами разобралась. А означает, Иран остался один на один. Поэтому Ас-Саудовская Аравия вечный враг Ирана, которая воюет с Ираном в Йемене, она воюет с Ираном руками прокси-силами в Сирии. Иран, вот кость в горле, в руках, в горле проарабская коалиция, арабская коалиция во главе Саудовской Аравии и самой Саудовской Аравии. Усламский мир разделен на две части, шииты и сунниты. Ну, за ней шиитами Иран стоит, которая, так сказать, продвигает их, финансирует и усиливает их в разных концах земного шорта. А за суннитами стоит Саудовская Аравия, то, что там делает Саудовская Аравия. Они воюют друг с другом. А иногда религиозная война, она более мощная, нежели, так сказать, геополитическая. В общем, у всех есть интересы уторить по Ирану. В Великобритании на авиабазе в Киепе, Акратериде Келлия расширяет свою мощь. Планчан, давай мы приблизимся к Армении. Я к чему говорю, что против Ирана серьезный противовес. Поэтому, что я хочу сказать? Супер необходимо сотрудничать с Ираном и Арменией. Ну, а вот это такой вопрос. Но полностью рассчитать, что Иран придет и тебя спасет, этого нельзя делать, нужно рассчитывать на себя. Это можно учесть. А вот ты скажи, в случае дальнейшей военной эскалации Азербайджана в отношении Армении, какова вероятность военной помощи Ирана Армении? Иран может оказать реальную техническую помощь. Но не более этого. Я не могу, я думаю, вероятно, что Иран вступит в войну с азербайджанской и субъектуретской, и она низка. А возможно, чтобы вообще с Турцией и Иран в какие-то военные... Ну, смотрите, Турецкая республика, это вооруженные силы НАТО. Это, во-первых, натовская страна. У НАТО как? Ударишь по одной стране НАТО, весь все НАТО обрушится на твою голову. Иранцы, как бы они ни были, так сказать, уверены в себе. Но я хочу сказать, возможно ли, что отношения Турции и Ирана настолько обострятся, что встанет речь в военном конфликте? В стадию горячего конфликта. Замороженные. Ну, смотрите, как на уровне холодной войны будет. Я вам что хочу сказать. Ситуация может накалиться, могут испортить дипломатические отношения, но Иран не может вступить в войну с Турической исполнкой, с Азербайджанской исполнкой. По нескольким причинам. Во-первых, вся эта анти-иранская коалиция ждет, чтобы Иран выкинула что-то такое, чтобы всем ударить по Ирану, а тогда от Иран ничего не останется. Это раз. Ну, а вот такие заявления однозначные Ирану. Сейчас скажу. А во-вторых, Турецкая исполиция – это страна блока НАТО, и у Турецкой исполиции супермощные вооруженные силы. С этим не шутят. И 30 миллионов азербайджанцев, они живут в Иране. В Южном Иране. А это азербайджанская диаспора, они, так сказать, контролируются. И турецкая исполиция, и азербайджанская исполиция. На уровне спецслужб и так далее, и там подобное. Если они захотят, испокуясь из Ангары, поднять их на ноги, у Ирана сейчас очень тяжелая, внутриполитическая ситуация, очень тяжелая. На фоне этого, если они поднимут 30 миллионов азербайджанцев, от Ирана, на уровне счета у меня останется ничего, кулапс. Иран это понимает. Иран, поэтому Иран может максимум оказать военно-техническую помощь. Это тоже супер необходимо. Но дальше Иран пойдет. Но вот такие заявления однозначные. Мы не позволим изменить границы, мы то, мы сё, значит, это несколько... Я вам объясню. Есть такое понятие информационно-психологическая война. Иран просто ведет информационно-психологическую войну. Хочет, так сказать, выразить свою точку зрения, хочет каким-то образом повлиять, показать свою какую-то решимость, каким-то образом повлиять, и так далее, и там подобное. Дальше это в Иране пойдет. Это все прекрасно понимают. Любой аналитик в спецслужбах, разведке, это прекрасно понимает. Это просто информационно-психологическая война. Любой аналитик в спецслужбах. Это Ирана говорит, мы не позволим, и вот это дело, Иран ничего не может не позволить. Потому что, если бы Иран был один на один с турецкой, с азербайджанской, с турецкой, с турецкой, с турецкой не было бы стороны блока НАТО, тогда можно было их сказать. Ван, кто сегодня главный союзник Армении? У Армении нет союзников. У Армении союзники, это ее вооруженные силы, армия. Это СНБ, служба национальной безопасности, это полиция, это военная полиция. И МЧС, 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 Чрезвычайных ситуаций, военное время. Вот, опять, у Армении, кроме этого, нет союзников. Запомните, у Армении есть приятели, у Армении есть компаньоны, как, скажем, деловые партнеры. Дальше этого, тот, кто говорит, о, Армении, стратегический союзник, Российская Федерация, СССР, Штаты Америки, он предатель, он госизменник. Запомните это. Та же Российская Федерация сто раз Армению может кинуть сто раз, если ей будет это необходимо. Окей? И Российская Федерация не хочет, чтобы Армения была, так сказать, придет момент, и Российская Федерация захочет впихнуть Армению в соц. отстав. Как это? Это не шутки. Просто беда в том, что есть пророссийские, в Армении, понимаете, есть нехватка здравосмысла. Либо эти прозападные, либо это пророссийские. Но не те, не те полностью не обслуживают интересы самой Армении. Я пытаюсь обслуживать интересы самой Армении. Запомните, у Армении нет союзников. А власть, она обслуживает интересы самой Армении, наши действующие? Я бы воздержался от таких. Понимаю, понимаю. Ванна, власть сейчас открыто заговорила о закупках оружия. Молчала, молчала, сейчас заговорила. Мы должны покупать у Ирана беспилотники, у Индии покупаем оружие. Говорим, что вот стратегический союзник нас подставил. Ну и как прокомментирую это? Беспилотники Ирана, они очень котируются. Они даже лучше турецких. Стоп. Нельзя их сравнивать с западными. Потому что, во-первых, западные технологии всегда лучше. Это факт. Нельзя. Байрактар. Байрактар ТБ-2 сто раз технологичен любой в иранском беспилотательном аппарате. Технологическое, интеллектуальное, элементы искусственной интеллекции, ты их не сравнишь. Но у Ирана есть беспилотательный аппарат большого радиуса. У него весьма примитивный. Их мопеды называют. Ну, смертоносные мопеды. Шахет-136. Его в Российской Федерации называют Киран-2 или М-244. Киран-2, Киран-2. Ну, русские назвали Киран-2. Но это Шахет-136. Примитивнейшая вещь. Там двигатель двухтактовый, в общем, МЗ-550, ну, на такие двигатели, на победу мопедов. Поэтому называют мопеды. Это примитивнейшая вещь. Ну, смертоносная. Вода из спуска 2000 километров. Массовая вещь 40 килограмм. Смертоносная. Примитивнее их с хоропом. Никогда не с азербайджанские хоропы израильские, которые есть в азербайджанской. Сто раз технологичнее. Но эти иранские отличаются чем? Что они примитивные, полидешевые. У Ирана есть куча-куча других видов образцов. В том числе, что же Шахет-136. Если Армения большое количество купит, значит, тем частью их против воздушной обороны азербайджанских сил будет перехватывать. То что-то летит. А то, что-то летит, может причинить огромный ущерб. Если Ставин уроим его. У Ирана куча других бесплодательных аппаратов, куча других реактивных систем залпового огня, тактический ракетный комплекс, оперативно-тактический ракетный комплекс. Что-то Иран даже бесплатно поставляет Хезболла или Хамасу. Вот такие мощнейшие ракетные вооружения и крылатые ракеты Ирана во многом очень сильно преуспеют. Я всегда во всех своих интервью-пресс-контретах говорю, иранское оружие никогда не сравнится с израильским и американским. Забудьте. Всегда Израиль сто раз выше будет Ирана. Но иранское оружие имеет достаточный уровень эффективности, низкую себестоимость, то есть низкую цену. Иран не поставит какие-то ограничения в поставках количества и всё такое прочее. Иран готов в Армении поставить весьма интимно-мощные системы ракетного вооружения. Я eben не говорил, баллистическая ракета средней дальности. Нет. Но тактические баллистическое ракеты, оперативно-тактические и баллистические ракеты. Вот две типа оперативно-тактических баллистических ракеток. Аналоги из Кандеро. ФАТЭХ-110, дали спуска 300 километров, что РСК сейчас готовится закупить. ФАТЭХ-313, дали спуска 500 километров. Если Армения купит эти оперативно-тактические ракетные комплексы, я вам гарантирую, и без флота цена аппарата, не барражирующий боеприпас, я не без флота цена аппарата, а это барражирующий боеприпас, ну или камикадзе, электрон-камикадзе, шахет-136, вооружённый следствий в улике Армении начнёт возрождаться. Я не буду врать сказать, вы знаете, если Армения всё это сделает, палат сел будет, нарушив пользу республики Армении, она стала сильнее, а запрещанская республика расширяла свою военную мощь десятилетиями. Это очень, так сказать, трудоёмкая, кропотливая работа. Времени требует много. Но, сегодня, если Армения стоит на коленях вооружённой республики Армения, после сотрудничества, военно-технического сотрудничества с Ираном, Армения начнёт вставать на ноги. С этого и начинается. Азербайджанская республика тоже была на коленях в 90-е, но встала на ноги. С этого и начинается. Сейчас. Сотрудничество с Ираном во многом не имеет... Смотрите, сегодня российский рынок закрыт. Почему? Российская военно-промышленность остановлена. Потому что она была основана на западных компонентах. Запад не поставляет компоненты. Она... Вот крылатый ракет 3М-14, калибр 3М-14, калибр. СССР-2СССР. Ну, калибр, крылатые ракеты. Они называются российские. Эти электронная начинка, она производства Тайвана. Тайвань не поставляет микроэлектросхемы. Всё, россияне их не отпускают. Всё. Я вам примитивный пример привёл, чтобы вы поняли. Российская военно-промышленность остановлена. Она давно... У Российской Федерации фиаско во всех фронтах. То есть Российская Федерация Алжира должна поставить военную технику. Всё, контракт, так сказать, форс-мажорная ситуация россияне даже не могут, так сказать, неустойко выплатить. Индия должна была поставить то же самое. Иракху, Угандия должна была Российская Федерация военно-технику поставить то же самое. Фиаско, потому что их военно-промышленность остановлена. А что есть? у россиян самыми них на самим не хватает россияне войну технику 60-х годов ну что 60-е годы мои родители когда еще не родились 60-х годов радио я не шучу но мы сейчас и не закупаем оружие у россии я вам примите россияне 60-х годов раз в складах чтобы раз консерве отправлять на фронтах что потому что им уже своих не хватает окей поэтому я вам на факт на говорю это стопроцентный факт что забудьте о россиянах думайте о другом ну вот думаем об инглии оттуда есть три рынка в армии как определяется рынок нет 4 составляет чтобы купить войну технику финансовый аспект аспект политический аспект технический и аспект логистическо транспортным во всех этих а со всеми этими аспектами во всем в пиа так сказать этим аспектом этим требованиям критериям соответствует три страны это иран это индия и это китай финансовые точки зрения их война техника она дешевле западной они с политической точки зрения готовы тебе поставить вооружение потому что ты не сиди являешься их противником ты не являешься противником их стратегического союзника и они не боятся испортить отношения с турецкой республики с азербайджанской были один момент были мнение что наши офицеры наши военнослужащие не умеют обращаться с индийским оружием она не такое как ток который вот как раз таки мы хотел сказать третий пункт и нам не чуть-чуть меня определили третий аспект это технический аспект важный нюанс военно-техника республики армения когда большей степени больше степени 98 процентов или девять процентов это советско-российские отдельно российские образцы они во многом унифицированы между собой их логика почти что одинаково они обращаются к техническому обслуживанию индусы во многом их военная техника она отличается чтобы тоже что значит технический аспект ты должен во первых переобучить свои расчеты понимаете или аж и время свои расчеты это очень большое время то есть ресурсы но для этого нужны инструкторы специально полигон и специальные тренажеры хуже этого обучить технический персонал к для обслуживания меха технических обсудим механиков техников обслуживать обслуживать уметь обслуживать что-то вышло из строя обслуживать расчеты обучить что вы из него стреляли пользуется обслуживаться сто раз легче ниже самых техников это уже большая проблема специальные мастерские нужны создавать чтобы их обслуживать запчасти это вообще проблема примитивный пример привожу чтобы поняли о чем идет речь пинака на шасси татра т-815 реактивный запад который мне хотел же хочется купить на ряк пинака кольде 4 сменит и по идее у шасси татра т-815 она чешская она по натовским образом скам ее за ее запчасть не так чтобы в армении очень таки примитивно и легко найти все что есть в армении зил камаз урал уаз газ их можно найти их куча в армении валяется нас в деревне я был ребенком урал у нас деревня зил ура все знают наизусть понимаете ты и вас на в деревне в кого нет зил урал то есть даже деревни сельскохозяйства они люди знают гражданским пользованию они есть их запчасти легко достать достать запчасти вот выйдет как это запчасти что там как это дитя подвески у я активистым завор не пинака и строя пока ты достанешь ее запчасти пока твои техники начнут а она по-другому армянский техника уже обслуживает камаз урал и все такое прочее на вот шарты от артема не супер нас пока ты научишь обслуживать а это уходит время это при но иди есть система вооружения которую например супер про танка ракетный комплекс если армения закупит этот индийский проделок ракетный комплект я вам гарантирую новые вооруженные силы армии и вам гарантирую чтобы с армении по другому будут обращаться не как сейчас от пустое место а совсем по-другому есть про танка ракетный комплекс это знак на ганак это индуски про так ракета кубец третьего поколения вот она беру сделан на шасси боевом машин пехоты bmp2 боевашин перехода 2 bmp2 5 675 она на шасси но их индусская версия называется индусский выпускный сарат это то же самое что пмп2 в арменика в армении бмп до десятилетий все обслуживаются знают механики инженер все ее знают и ее запчасти достать в сто раз легче в постсоветские страны через одкабы читать федерацию армениевского складах тысячами валяется понимаете их что-то выйдет из строя ты можешь обслуживать есть у индусов за интер ракетный комплекс акаш который тоже армения должна купить я не говорю а меня подписала контракт сейчас так как при хорошем будет весьма эффективный за не ракета комплекс акаши называется у акаша то же самое сарат то же самое шоссе поэтому в чем-то эта проблема есть но исходя из сегодняшних реальный ты должен через это пройти альтернативы нет что что-то тебе повезет и шоссе будет bmp2 например да и те скажем типа это повезет что-то будет унифицировано с твоими но что-то будет как-то торты 505 ты занов должен это финансовый затрат на это время уходит для этого специально нужно много чего сделать но это необходимо потому что российский рынок попрощай и очень-очень долго еще раз в россии война промышленности дам еще не знаю что с ростом завтра будет ванна скажи пожалуйста а вот в сфере до нового транспортного коридора персидский залив черное море возможно будет вот сложится такое сотрудничество между арменией ираном и индией такой союз этого хотел уже 4 аспекта логистическо-транспортный но тут у меня 3 9 4 аспекта логистическо-транспортный армения я вам почему говорю дружба с ирана валия изменил нет альтернативность почему без альтернативно без альтернативно потому что смотрите как для того чтобы в армении прибыла война техника гарантирована армения должна хорошо дружить с ирана и сколько грузия не позволит российским войнам транспортным самолетом тяжелым батута столь и вантер не позволить свой войну пространство залетать грузия это страна нато про натовская про западная страна в рамках сейчас она нейтральную позицию за него нейтральная нейтрально обормира с азербайджанском конфликте может но мне сейчас не об этом гамм с российской федерации в российско-украинском она тоже так на официальном уровне достаточно нет у республики грузия российской федерации нерешенный вопрос это южная осетия абхазия где в любой момент ситуация может успеха поэтому грузия не отказалась грузия говорит майор из федерации горит нет независимый но уже хочет прикормить так сказать поэтому они вечные враги это факт это еще и натовская стороны ситуация весьма напряжена между нато и на грузе может на год любой момент нато надавить поэтому есть очень большая врага то что то что я говорю будет вроде пальмовыми война самолета это расти это влияние противника российская федерация не позволяет туда а если федерация вооружать южную осетию абхазии что думаете там друзья закройте на это глаза нет это брони поэтому российский вами транспорт не могут через другие у других строителей армении закупать это могут еще и как-то грузии не грузины могут позволить позволяют но хорошо это предположим другой страны к закупает это могут позволить но грузия она очень сильно ходит под влиянием туристской республики очень хороших отношениях с зазиабаджанской сфальки это они могут надобить и только грузия может исходя из своих личных грузии ничем не обязаны с публики армении личные интересы я абсолютно здорово здорово здравомысленно это смотрю и биборь можно закрыть ли они чтобы продвигать свои не турецкая республика может что-то очень серьезно предложить республики грузии республика грузия захочет продвинуть свои интересы во имя этого она закроет небо для военных самолетов которые должны были в республике армении даже у других стран так доставлять моим технику остается только иран единственная гарантированная логистическая цепочка логистический это через иранскую исламскую республику поэтому дружба сразу с ираном она без альтернативно и вот логистину любой с логистической точки зрения с любой строк у любого угодно купе у индии купил китая купе по любому через иран это все гарантированному как может прилететь в армении ван чуть отойдем от оружия вот такой вопрос на границе уже размещаются миссия ес но это гражданская миссия может ли она сдержать агрессию азербайджана в чем польза наша от этой миссии в чем польза если польза я скажу так на это особо надеяться не нужно окей на это особо надеяться но бы все было да да на донбассе на донбассе о бсе но мы ждем также группу от а бсе я вам приматим пример привожу беседа аналогичная структура как и данном бассе артиллерии тоже артиллерийские дуэли по и шли поэтому возможно и от отдыха бы будет да хотя наша сторона не проявляет особого энтузиазма возможно и эти наблюдатели появятся смотрите как вода копы не выполняет свою обязательства дискульте армении это факт я не буду уважать его если я буду сколько время у вас по вашим гостями то этих всегда я буду про ты наш постоянный гость правильно и очень рад этому я всегда буду занимал проще то есть вы мои риторики видели что я всегда за стратегическая точность федерации у дкб то есть сегодня вижу что до кого кинулки таки вармии у армении куча ну а дкб по-моему и внутри себя там тоже не хочу сказать кинули но сложные взаимоотношения кажется это уже начала да там по слову во первых у дкб для меня не существует окей для могу на бумаге написать что я президент планеты марс вот этого я не стану президент планеты марса это то что просто написано будет забыть про дкб то что мы и про российской федерации тоже самое можно сказать в армении сейчас куча территории она оккупирована мы не говорим про карабах я не говорю про карабах я говорю про современную исполнику армении очень значительная территория не буду называть цифры я оставляю властям армении заявляет о цифрах очень значительно не оккупирован российская федерация что-то хотя бы как сказать осуждающие высказала я что-то не слышал стоит израиль ударить по асаду по сирии асад это международный так сказать преступник но это объясняют дружбой сегодняшний из турции с эрдоганом это что не хотят как-то это объясняют это объясняют извините от этого армии лучше или территория армии возвращаются это самое страшное есть для армии стоит по сирии ударить по одной израиль наносит точечный за никогда не под гражданским объектом никогда то что мы с ним что-то американские федерации на право на лево по гражданским нет стоит по военному объекту сирийцев ударить израиль по военному объекту точечный удар небе я вон начинает кричать путин лавров даже этот песков все начинают как-то это вот это бдт армию пили теряемично военнослужащих армии буквально терзали на армянской земле правильно по которой под контролем о дкб то есть потом под обе под защитой должен быть отдыхом правильно армянских военнослужащих терзали и уничтожали и брали в плен а территория армии запросто захватывали и сейчас там остаются а это уже продолжается два года ван и договорили а где дружба с российской федерации я почему даю что армения должна трусить не всегда я сколько у вас был всегда аналогу нет российско-армянской трубку обороте а всегда был за углубление отношений я был за чтобы этого не случилось это случилось если это случилось извините скажем я что пятая колонна путина сидеть и говорить есть пятая колонна это мое личное мнение они говорят а факт я так думаю это мое мнение исходя из моего моих умственных возможностей они люди которые с моей точки зрения пятой колонны есть такие известные в армении политики молитве это пятая колонна который обслужит только интересы кремля и все нет мы кто даже врет горит если бы не российская федерация азербайджанский см enduring tennis вообще углубилась по водитель быть бы았습니다 губилась стратегически важнейшие в дороге они папе по все высоты перешли под которые забрать все стратегически важнейшие высота от капана до джеремуко все под к greaterşa рад organizations стратегически важнейший артами то есть под этими высотам проходит на род play sea важнейшей дороги которые снабжают другие войнской части позиции передовые вожду в спулю контрhoo они другие карpaid яще не буду углубятся города это стратегически важнейшие артерии снабжения города села поселки снабжать через эти дороги все это уже под контроль на тебя же ситуация мягко говоря не вызывает оптимизма но у нас время эфира подходит концу и я вот о чем еще хотела бы тебя спросить до конца года собираются подписать мирный договор между армении и азербайджаном каким видится тебе статус арцаха у него даже автономии не будет в составе азербайджана или вот как я принципиально всегда говорю то что есть несмотря на то что очень много не нравится полтора два года назад я всю на сону полтора в прошлом где-то по-моему и по многочисленным просьбам очень сильные люди на улицах встречали просили в комментариях и в личном сообщении делать видео о дальнейшем и карабах я делал ее а дальнейшем карабах я честно сказал то чтобы будет сегодня то что я сказал один в один свершилось сейчас тоже честно скажу про на горный карабахом и потому что я предатель не потому что я плохой не толща этого хочу этого никто не хочет не потому что я злорадствую а не просто обязан честно скажу чтобы артурнизм не заниматься вы же не будьте меня уважается то что если я буду заняться артурнизмом если буду вторым артуром вы меня будете уважать нет с наговором карабах уже все дебриджанский сколько возьмут все остальные части и все делка как эти люди будут там находиться эти люди просто как до этого как сказать переходе краник и приезжали республика армия так и все переселять переселяться республика армия кто-то сожжет свой дом кто-то оставит свой дом все а миротворцы они там по крайней мере до двадцать пятого года дальше смотрите максимум они могут там быть от 25 года хотя я думаю что исходя из того что сейчас раз федерация творится исходя из того что один беженский тюрьму момент односторонний может это поставить конец на это не рассчитывайте миротворцы а так там не вечная а вторых мало что он решает там просто честно говорю дело кончится тем что все уже скоробах когда я кричал что тело доходит до этого раньше меня нужно было слушать они оскорблять и называется я я этого говорил что армения не готова к войне что балансе нарушен во всё армии был один человек который балансе у на рук и за братьев боевые твоего я а я говорю и потому что я был плохим с 2018 года я с ноября его все по всей армии кричал балансе нарушен 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 я говорю не потому что я был плохим человеком я хотел сеть панику я говорил потому что я знал что дело дойти до этого если что-то изменить ничего не изменилось никто ничего тогда не сделал и поэтому сейчас уже поздно что пасти что и пажешь все сейчас уже так сказать республика армении поведет если есть только армении удастся так сказать каким-то образом каким-то чудом добиться того что в азербайджанске военнослужащие покиньте территории которые на территории армении это будет уже для армии сегодня армия может выбрать из худшего но плохого между плохим и худшим между плохими не просто худшим а на и худшим поэтому просто худшие это уже сегодня хорошая ли армии поэтому армия сейчас максим все что может ожидать это то что азербайджанский военнослужащие просто покинута суверенные земли армии все хорошо большое спасибо вам за интересную беседу передача по факту подошла к концу с нами был военный эксперт ван амбарцумян оставайтесь с нами